Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи проводится во всех субъектах нашей страны ежеквартально по инициативе Ассоциации юристов России. Мероприятие призвано повысить юридическую грамотность соотечественников и оказать им содействие в правовых вопросах. Самое главное, что у нас государственная бесплатная юридическая помощь, она не только сегодня проходит. Каждый день у нас работает государственное юридическое бюро, бесплатные адвокаты. Они бесплатные как? Им деньги компенсируются, выплачиваются с голосного бюджета, но им выплачиваются для того, чтобы они качественно представляли интересы граждан, а не то, что там некачественно, это бесплатно. Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области работало почти 450 пунктов оказания бесплатной юридической помощи, главный из которых, если можно так сказать, разместился в здании правительства нашего региона. Антонина Гончарова, представляющая интересы пенсионера Бориса Хальзова. Пришла проконсультироваться по вопросам соблюдения его жилищных прав. Мы вместе с женой покупали квартиру. В 2012 году она сначала приписала внучку без его согласия и приватизировала в 2012 году без его согласия квартиру. Но квартира, она катаративная. Он тоже уносил взнос. Потом она стала его выгонять. В конечном итоге она его в 2016 году отняла ключи и человек остался на улице. Ну, это как раз с участковым невозможно. С участковым, да, я просто тоже думаю. И да, в судебный порядок идет. Ну, мы с возниками послали. А мы с участковым придем. Обсудив ситуацию, когда они выполняются решения суда, юристы пообещали подключить полицию, чтобы жилищные права пенсионера были восстановлены. А вот Борис Пересыпкин пришел уточнить, что делать и как быть его престарелым родственникам, ветеранам, которых в августе пролили соседи. Сосозащиту обратили, все как положено. То есть, все в курсе, но движения нету никаких. То есть, сложно это с этим все. В квартире сейчас ремонта нет, все сыро. А обои все это, как сказать, ну, в негодном состоянии. И Борис Пересыпкин, и его 90-летняя бабушка с дедушкой рассказали о создавшейся непростой ситуации. Вопрос будет решен. Надо было раньше прийти. Ну, ждали же, они же вот это приходили, ждали. Какое-то движение будет, а движения никакого. Я вам обещаю, что мы вопросы решили. А сосозащита заявление от вас принимала? Ну, да, вот. Сосозащита вся. Актерии говорят, ну, как они, все хорошо, все сделают. Вчера пришли, что не ждите. Время идет, а... Родим-то отдали, вот и ждите. Я вам обещаю, что в самое ближайшее время, там, в самые ближайшие дни, там, дней 10, вопрос будет решен. Все жалобы и вопросы будут самым тщательным образом изучены. И по всем будут даны квалифицированные ответы, а также выработаны алгоритмы дальнейших действий заявителей. Очень актуальны вопросы защиты прав потребителей сейчас, да, потому что многие не знают о том, что, придя в магазин и случайно разбив бутылку, допустим, уронив арбуз, человек не должен платить за это. Это все застраховано. Многие просто этого не знают. Бабушки, дедушки, мы это разъясняем. Кроме того, добавил Алексей Преображенский, юридические консультации можно получить по бесплатной телефонной линии 8 800 100 ровно 13 84, которая функционирует в рабочие дни с 9 утра до 18.00. Алексей Матюнин, Александр Кудряшов, репортер 73. Продолжение следует...